Я хотел рассказать вам о пяти видах знания о знании, которые есть в Бхага-Вадгите. За основу взят комментарии Шилу Праупада к первому стиху 9 главы. Вот все, что мы будем говорить, оно там есть в комментарии к стиху номера первому 9 главы. Четыре уровня — это то, что Кришна открывает, и первый уровень, но его не озвучивают, но о нем тоже поговорим. Итак, пять уровней знания в Бхага-Вадгите. Первый уровень знания — это обыденное, прям так и называется, обыденное понимание души. Что такое душа? В обыденном понимании душа русская, душа в пятках, душа большая, душа переселяется из тела в тело. Для нас, может быть, это какое-то необыкновенное знание для западных людей, но в Индии любой рикша знает, что после смерти грубого тела душа не умирает. Это называется обыденное понимание. Почему обыденное? Потому что там приравнивается душа равно ум. То, что какое-то тонкое, что-то тонкое не умирает, все знают в Индии. У нас тоже многие знают, но это нетрансцендентное понимание души, но чаще всего люди про душу именно думают с точки зрения ум, материального ум, тонкое тело. И об этом Кришна говорит во второй главе, в стихе 26-28, где описывают разные неведические понимания души. Неведические понимания души. Во второй и третьей главе Кришна объясняет трансцендентное положение души. Это знание называется гухья, сокровенное. Гухья означает сокровенное. Это уже такого мало кто знает, что душа трансцендентная. Это означает, что она не из этого мира, и она не обладает качествами этого мира. Она не большая, не маленькая, не русская, не китайская. Никаких отождествлений с этим миром, она не из этого мира. Душа неуничтожима, нерожденная и все остальное. Это трансцендентное знание души, уже мало кто об этом понимает. Называется гухья, сокровенное. 7-8 глава. Здесь открывается знание, которое называется гухья-тар. Вот это слово гухья значит сокровенное. А все, что мы дальше будем писать, это сравнительная степень. Большой, больше, самый большой. И вот здесь точно так же. Сокровенное знание, более сокровенное. Более сокровенное знание, это знание о том, что Бог — это хозяин. Это то, что мы в 7-й и 8-й главе проходили. Но 9-я глава будет рассказывать о еще более сокровенном знании, которое называется гухья-там. И 9-я глава как переводится на русский язык? Самое сокровенное знание. Вот как раз самое сокровенное знание о том, что Бог — это личность. Он не только хозяин, но и хороший человек. Это 9-я глава. 9-я глава. Самое сокровенное знание. Но в 18-й главе Кришна скажет, а сейчас я тебе расскажу самое-самое-самое-самое сокровенное знание. И вот там он скажет, что Бог — это Кришна, верховная личность Кришна. Это вот эти два стиха. Это вот как раз сарва гухья-там. Вот эти слова, они есть прямо в текстах. Просто ради интереса можете найти. Где во 2-й главе Кришна говорит, это сокровенное знание, гухья-тар, гухья-там. Ну вот в 9-й главе мы увидим это слово гухья-там. И в 18-й главе, где прямо это слово сарва-гухья-там. Просто найдите кто-то, и всем потом скажете. Вот 5 уровней понимания знания дается в Бхагавадгите. И мы сейчас находимся на 9-й главе, и у нас ждет самое сокровенное знание.